МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это наше время. Главные темы среды в материалах респондентов телеканала «Регион». Судьи Мирики Ульманов. Здравствуйте. Неподъемная ипотека оренбургсом в кризис все сложнее и оплачивать жилищные кредиты. Что ждет отъявленных должников и кто рискует лишиться квадратных метров? Пойти на урок и не заблудиться. Самая большая школа в Оренбурге готова принять учеников. В нее уже записались 200 детей, хотя классы рассчитаны на 1100 человек. Пока учащиеся отдыхают, учителя устроили моим коллегам экскурсию по новой 86-й школе. Бюджетникам повысят зарплату в 2017 году. Об этом сегодня заявил Минтруд. Хватает ли оренбуржцам заработанных денег? И как новогодний символ превращается в удобрение? Праздники отгремели и жители завалили мусорки елками. На городской свалке их перемалывают и превращают в подкормку для растений. И начинаем с последней информации о похищении девочки в Оренбурге. Как сообщает в Следственном комитете, все случилось около 3 часов дня во дворе дома номер 20-1 на улице Родимцево. 12-летняя Анастасия Дьякова возвращалась с прогулки. Буквально в двух шагах от подъезда ее схватили двое мужчин кавказской национальности и насильно затолкали в машину, предположительно, белую приору либо гранту. Следователями Следственного комитета по факту похищения несовершеннолетнего ребенка возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственно-оперативная группа, опытные исследователи, криминалисты, следственное управление, сотрудники полиции незамедлительно приступили к поиску пропавшей похитителей, а также организации неотложных следственных действий по уголовному делу. Причины похищения Насти пока непонятны. Известно, что семья девочки небогатая, мама безработная. Весь вечер полицейские прочесывали город в поисках машинопохитителей, а следователи опрашивали людей на месте происшествия. По словам жителей дома, 20 дробь 1 на Родимцево детских криков они не слышали. В милиции два паренька пришли к нам, начали каждую дверь это, как говорится, опрашивать. Ну, тишина была, конечно, не слышно было. Ну, это вообще-то что-то плохое. Тем не менее, в Следственном комитете склоняются к тому, что у преступления все-таки были свидетели, и просят оренбуржцев сообщать любую информацию о похитителях. Также в ведомстве сообщают, что если преступники вернут Настю живой и невредимой, то никакого наказания им не грозит. И около 8 часов вечера в социальных сетях появилась информация, будто девочку нашли на улице Салмышской, похитители задержаны. Но в Следственном комитете эту информацию не подтвердили. А параллельно с этим полиция начала рассылать оренбуржцам на мобильные телефоны сообщения с просьбой не оставлять детей без внимания. Еще с тем дня 2 миллиона рублей за незаконную коллекторскую деятельность в Оренбургской области накажут людей, выбивающих долги с жительницы Бугуруслана. Она обратилась с жалобой в службу судебных приставов. Выяснила, что коллекторское агентство имеет московскую прописку и в нашем регионе работает незаконно. Служба судебных приставов была проведена проверка указанных доводов. И выявлено, что коллекторское агентство не входит в официальный реестр южных лиц, которые имеют право осуществлять подобные работы и услуги. Здесь с этим у нас собирается пакет документов, чтобы данную организацию привлечь к административной ответственности по части 4 статьи 1457 Кодекса административных правонарушений, который предусматривает санкции, штраф до 2 миллионов рублей. Оренбургские приставы говорят, до Нового года коллекторской деятельностью в регионе занимались 14 компаний, но ни одна из них не подала документы на регистрацию. На сайте службы судебных приставов России опубликован список из 26 теперь уже официальных коллекторских агентств. И там оренбургских компаний нет. До 1 января был дан срок всем коллекторским агентствам, которые желают в дальнейшем осуществлять данные услуги, они должны были подать заявление на получение свидетельства соответствующие, а также включение в реестр юридических лиц, которые осуществляют именно по работе с просроченной задолженностью. Нашему региональному управлению еще ни одного заявления не поступило, пакет документов, который необходим для регистрации. Поэтому можно считать, что все коллекторские агентства, которые на данный момент такие услуги оказывают и работают с просроченной задолженностью, они незаконны. Отдать зарплату или зашьем себе рты. На такие крайние меры готовы пойти строители, которые утверждают. Директор компании «Ремонтно-строительный центр» Сергей Дмитриев не выплатил им деньги за возведенный дом. Общая сумма задолженности составляет несколько миллионов рублей. Люди готовы зашить рты и сидеть в палатках. Вы понимаете, до чего вы доводите людей? Люди объявили голодовку, заявив, к акции протеста присоединится более 50 человек. Накануне в администрации Орска активистов и застройщика пытались усадить за стол переговоров. В итоге Сергей Дмитриев попросил дать ему несколько дней. За это время он попытается придумать, откуда взять деньги, чтобы рассчитаться с работниками. Диалог пока такой, что вроде как бы Дмитриев собрался продавать машину свою и рассчитаться с нами, но опять же какую-то часть. Наше предложение какое? Пусть он отдаст нам свою машину, снимет ее с учетом, мы ее сами продадим, все деньги, которые выручим, мы заберем себе. Если разница будет больше положенных наших денег, мы отдадим ему. Тем временем сами строители не собираются отступать. Круглые сутки они дежурят у офиса компании-должника и уже начали разбивать палатку. За долги лишат жилья. Оренбуржцы все чаще испытывают трудности в погашении ипотечных кредитов, а обжитые было квадратные метры уходят с молотка. Что ждет жителей, взявших ипотеку, и как избежать долговой кабалы? В материале Виталия Сапожникова. Так уж сложилось, если в стране кризис, едва ли не первым реагирует на него рынок недвижимости. Как ни странно, квартиры и офисные помещения дешевеют, успешно продаются. Их владельцы просто не в состоянии тянуть неподъемные кредиты и ипотеки, благодаря которым квадратные метры были куплены. Просто многие люди, понадеявшись на авось, как у нас обычно это бывает, лезут в ипотеки, в кредиты, для того, чтобы купить себе недвижимость, лишь бы она была, потому что достигнуть своей цели какой-то, не просчитав, не продумав. Еще один тревожный показатель, по мнению Александра Бородина, банки все чаще просят риэлторов реализовывать жилье, которое не в силах оплачивает заемщики. Во-первых, не хотят продешевить, а во-вторых, очевидно, недвижимости такой становится все больше. Банки справлялись, либо у них были какие-то такие не совсем сложные объекты, которые они тут же могли реализовать по своим каналам, но, возможно, сейчас они накопились, или когда-то это было неощутимо, то, что вот этот балласт висит там в виде объектов, соответственно, необходимо реализовывать. Взятая еще пару лет назад ипотека для многих превратилась в реальную проблему. Доходы снизились, а ежемесячные платежи остались, и гасить кредит на жилье все сложнее. По состоянию на середину прошедшего года, то есть где-то на май месяц, просроченная задолженность по ипотечным только кредитам составляла более 4 триллионов рублей в России. И если для сравнения, чтобы сориентироваться, величина доходов бюджета Консультированной Российской Федерации 13 триллионов. То есть это третья часть бюджета Российской Федерации. Конечно, не всех должников автоматически лишают квартиры. По словам банкиров, в какой-то степени это и вовсе мера исключительная. Только после долгих уговоров и предложений о реструктуризации кредитная организация обратится в суд. Мы с пониманием относимся к ситуации данной семьи и идем на то время, что в какой-то период они остаются у нас на просрочке и берут на себя обязательство за полгода выйти из нее. Мы идем им навстречу и это делаем. Для того, чтобы не оказаться в финансовой яме, банки советуют перед оформлением ипотеки хорошенько взвесить свои финансовые возможности. А если платить стало тяжко, ни в коем случае не скрываться от представителей кредитных организаций. К сожалению, есть примеры, когда люди избегают общения, меняют телефон, не отвечают на звонки, либо прибегают к услугам компании с непонятной репутацией, которые за определенное вознаграждение обещают освободить заемщика от обязательств, обещают обнулить ему кредитную задолженность. Все это не приводит к ничему хорошему, кроме как появления дополнительных финансовых расходов. Так что сохранить свои квадратные метры реально, если грамотно распорядиться своими финансами. Далее Сапожников, Константин Воробьев. Наше время. Минтруд пообещал повысить зарплаты бюджетникам. Глава ведомства Максим Топилин заявил, что в этом году жалования граждан России вырастят. Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная, рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью в «Российской газете». Важную роль в этом процессе сыграет реализация указов Владимира Путина об увеличении денежного содержания бюджетников. Кроме этого, согласно прогнозам министерства, уровень безработицы в стране не повысится. Также министр заверил, что время менять пенсионный возраст еще не пришло. Охватает ли оренбургцам заработной платы на жизнь? И в чем приходится себе отказывать? Мнение прохожих на улицах города услышали мои коллеги. Зарплата очень маленькая. Ниже, по-моему, некуда. Ну, вот 10-15 тысяч. Ну, я не имею в виду там люди, которые руководят какими-то корпорациями. Ну, рабочие обыкновенные. Ну, что это? Я, честно говоря, удивляюсь. Я не думаю, чтобы кому-то хватало зарплат. Насколько процентов хотели бы, чтобы у вас зарплата выросла? Ну, хотя бы, я не знаю, на 10% они не поднимут. Больше двух они полутора никогда не поднимают. Ну, хотя бы на 10%. Вам хватает на сегодняшний день вашей зарплаты? Нет. На что не хватает? На что хватает? На жизнь не хватает. На что тратите в основном? Вот, на дитя. На продукты. На что еще тратим? На жилье. У меня пенсия, мне пенсии не хватает. Вообще ни на что. Да, конечно, на документальные услуги только все. И там немножко поесть чуть-чуть. Мне кажется, она каждый год должна хотя бы на 15% подниматься. К минимуму. Учитывая, что уже лет 5 она, наверное, мало кого поднимается. Хватает. Прямо на все, на все. Ну как? У меня запросы не очень большие, но мне хватает. Попавшие в снежный плен на Ордской трассе требуют от областных чиновников и МЧС по полмиллиона рублей. Трое оренбуржцев уверяют, их никто не предупредил о погодных условиях 2 и 3 января прошлого года. Да и вызволять замерзающих на дороге никто не спешил. Сегодня в Ленинском суде Оренбурга прошло очередное заседание по этому делу. Интересы всех сторон представляли юристы. Ни истцы, ни ответчики на суд не явились. Ольга Патрушева о том, в чем конкретно пострадавшие, обвиняют чиновников и спасателей, и что те заявляют в свое оправдание. Когда вся страна вовсю праздновала и веселилась, на Ордской трассе в районе Сары творился настоящий кошмар. Вечером 2 января прошлого года 80 водителей замерзали в своих машинах. Уже к 9 часам сугробы достигали человеческого роста. 2 января 2016 года из ЦИ, это Далхина Венера Фаритовна, ее несовершеннолетняя дочь Далхина Валерия Павловна и Деменков Алексей Юрьевич, выехали из города Оренбурга в город Орск. В числе застрявших на трассе, уверяют юрист, были и его подзащитные. Они выехали из Оренбурга в пятом часу вечера. И со слов правозащитника заранее убедились, что дорога открыта. Об этом и сам подтвердили в ГИБДД по телефону, да и в СМЕ спасателей. Никакой информации о приближающейся буре не было. Пункт 12. Основным способом оповещения населения является передача информации и сигналов оповещений по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. Юрист от МЧС не смог однозначно ответить на вопрос, было ли такое предупреждение в первые дни января. Правда, тут же поспешил найти причину на случай, если вдруг не было. По первому, а второму, насколько мне известно, средства массовой информации не работали. Представитель МЧС не смог ответить и на другие вопросы. А вот представитель правительства области считает, что претензии пострадавших к ним не по адресу. Задача комиссии по ликвидации ЧС – координировать работу спецслужб области. После того, как поступали сигналы об этих событиях, то они были, соответственно, переданы в те территориальные подразделения спецслужб, на территории которых это произошло. А первую информацию о случившемся в правительстве области получили только утром 3 января. До этого районные чиновники, видимо, своими силами надеялись справиться. Трассу же перекрыли еще 2 января в 6 часов вечера. И никто не исключает, пострадавшие, которые теперь требуют компенсацию, действительно могли оказаться в числе тех, кто замерзал. Все это пострадавшие оценили в 500 тысяч рублей. Каждый. И сегодня разбирательство не закончилось. Следующее назначено на 6 февраля. Суду предстоит все-таки еще раз выслушать представителей от МЧС и новых ответчиков. Их в этом деле теперь аж 5. Ольга Батруша, Митрий Примачек. Наше время. В Оренбурге появятся новые светофоры. Дорожные регулировщики установят в основном рядом со школами. Один из таких объектов заработал на улице Ленинской на пешеходном переходе рядом с аграрным университетом. Еще один светофор монтируют на перекрестке улиц Советской и Правды. О том, как в этом году в городе изменится дорожное движение, знает Екатерина Волкова. По соседству со знаком пешехода расположится теперь светофорный комплекс. Новый объект начали строить на перекрестке улиц Советской и Правды. Дорожного регулятора оренбуржца просили давно. Движения здесь интенсивные и часто опасные. Завтра будем тянуть кабеля, расключать все. И на этой неделе должны включить. Если, конечно, морозы не помешают. Ведь при сильно низких температурах тянуть провода дорожники не будут. Нельзя. Помимо светофора на перекрестке появятся и дополнительные дорожные знаки. Разместят и так называемое табло с секундомерами обратного отчета. В этом году мы по улице установили большие желтые знаки повышенной яркости. То есть, внимание, дети. Сейчас там ставится светофорное регулирование для того, чтобы безопасно дети могли идти в школу. По новому переходить дорогу стали студенты аграрного университета. На улице Ленинская уже заработал современный светофор. Притом, помимо световых сигналов, здесь еще и текстовые. Чтоб уж наверняка знали, когда можно начать движение. Мы первый раз только увидели его. Поэтому думаем, что удобно. Раньше машины не уступали. Бывает, что и избивали. Поэтому лучше, конечно, светофор поставить. Поэтому, я думаю, это самый оптимальный вариант. Следующий этап – это установка светофора на Элегской трассе в районе авиагородка. К монтажу специалисты планируют приступить уже в следующем месяце. Всего же за год будет установлено еще пять новых дополнительных светофорных объектов. Светофоры появятся в Степном на улице Салмышская, также на перекрестке улиц Пролетарская, Хабаровская, Сахалинская. Масштабная реконструкция ждет и светофор на Невельской и Цвилинга. На все запланировано около двух с половиной миллионов рублей. Работу обещают закончить до конца года. Еще в планах дорожников установка новых ограждений. Они появятся на наиболее аварийных пешеходных переходах. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время. 46 учеников из поселка Равнин и вернулись в родную школу. Об этом сообщает портал Орендей. Родители все-таки разрешили учиться там своим детям. Правда, после того, как ответственность за состояние здания взяли на себя районные чиновники. Напомню, минувшей осенью учебное заведение затопило во время ремонта кровли. В результате на стенах вырос грибок, а полы вспучились. Учиться в школе стало невозможно. Дети занимались в сельском доме культуры, медпункте и сельсовете. А директор школы Наталья Воропаева заявила, тот самый документ о приемке районные чиновники ее заставили подписать чуть ли не силой. В итоге скандал даже обернулся уголовным делом. Следователи нашли грубые нарушения при составлении акта приемки работ. На днях поселок Равнин и посетил министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов. В конце мая, в начале июня помещение школы пообещали капитально отремонтировать. В частности, заменить окна, двери и пол. Открытие переносится, но к нему все готово. Новая 86-я школа распахнет свои двери, как только закончится карантин. Напомню, самую большую в Оренбуржии Альма-Маттер возводили почти космическими темпами. В мае только вырыли котлован, а в декабре уже принимали гостей. По просторам учреждения уже успел прогуляться премьер-министр Дмитрий Медведев. Школа получилась необъятной. Ее площадь больше, чем у СКК Оренбуржии. Она готова принять больше тысячи учеников. Екатерина Киселева сегодня едва не заплутала в ее многочисленных классах и коридорах, а также познакомила с учителями и учениками, которые все никак не встретятся. Аккуратно старайся. Давай. Сначала заглавную букву А напиши. Арина и так старается, ведь совсем скоро каллиграфию ей предстоит демонстрировать новым одноклассникам в новой школе. Целых две четверти за знаниями первоклассника добиралась через весь город. Когда стало известно, что школу по соседству откроют в январе, родители решили не мешкать и сорвали ребенка с места прямо посреди учебного года. Арина где-то вставала без двадцати семь. Где-то пол восьмого нам приходилось выходить из дома, везти, потому что с утра здесь небольшие пробки у нас все-таки есть. Загруженность района – это естественно. Сейчас мы будем выходить из дома, наверное, в часов восемь, минут десять девятого. То есть это ребенок может лишние полчаса поспать. Сама Арина, впрочем, торопится не столько выспаться, сколько познакомиться с новой альмаматой, ведь она о ней столько слышала. Я знаю, что там есть скалодром, я очень хочу побывать на скалодроме, еще хочу посмотреть на тренажерный зал, и столовую хочу посмотреть, и большой класс. В большом классе, большой школы давно все готово. Ольге Гавриленко не терпится взглянуть на своих новых учеников, хотя половину она знает и так. Сюда, из шестой гимназии, учительница перешла не одна, с поддержкой. Большая часть детей класса, они вот как раз живут в шаговой доступности от школы. Если сначала родители деток возили на машинах туда, и это занимало больше времени, то сейчас это все порядка десяти минут. Школа, которую возводили какими-то космическими темпами, выглядит необъятной. Ее площадь больше, чем ОСК Каиринбуржья. Она готова принять свыше тысячи учеников, но это в будущем. Сразу по возобновлению занятий школа распахнет свои двери для двухсот учеников. Это семь учебных классов с первого по шестой класс. Почти сразу к новой школе выстроилась очередь не только из родителей, но и из учителей. Конкурс здесь почти как в МГУ. На некоторые вакансии претендовали по 20-30 человек, так что было из чего выбрать. Интерес учителей понятен. Это учреждение уже называют школой нового поколения. На нее вложено больше 800 миллионов рублей. Кабинеты напичканы умной электроникой. Здесь есть все и для того, чтобы учиться, и для того, чтобы отдыхать. Кабинет английского языка, кабинет лингофонный. Нет возможности списать и есть возможность заниматься индивидуально. И учителей есть шикарная возможность прослушать, проговорить и поработать прямо на уроке с каждым учеником индивидуально. Уроки труда тоже осовременят. Теперь хозяйничать хозяюшки будут не с ложками да поварешками. Пароварка, мясорубка, миксер, блендер, посуда. Причем посуда очень красивая, очень качественная. Ее приятно держать в руках. Еще один плюс. Новую школу строили так, чтобы детей с ограниченными возможностями ничего не ограничивало. Откидные поручни и система вызова помощника. Если вдруг какая-то проблема произошла, нажимаю на кнопку. Насколько все это удобно и доступно, сейчас сказать сложно. Ученики с ограниченными возможностями пока в списках не значатся. Впрочем, классы создаются и наполняются быстро. Еще вчера предполагались 4 начальных, сегодня их уже 6. То ли еще будет. В семье Доминиевых, к примеру, еще не успели проводить в новый первый класс старшую Арину, а уже мечтают о том, как младший Даня получит там свою первую пятерку. Даня у нас тоже пойдет в новую школу вместе с Аришей. Екатерина Киселева, Виктор Горшенев. Наше время. Новогодние праздники закончились и о торжестве напоминают лишь повсеместно выброшенные на мусорку елки. Куда вывозят уже никому ненужные сосны, пихты и ели? И что с ними происходит после праздников? Иван Бер и Владимир Семенов узнали судьбу некогда зеленых красавиц. Новогоднее волшебство отшумело и теперь можно созерцать лежащие в повалку главные символы праздничных дней наступившего года. Площадки мусорных баков в каждом дворе пестрят зеленью и многим горожанам уже все равно, что будет с ненужными деревьями. Впрочем, злые языки утверждают, эти сосны еле попадают на купели грядущего праздника крещения. На купель ничего не попадает, эти елки попадают все 100% сюда и получается дробятся путем дробления. И захоранятся, соответственно, полигоне отдельно на карте. То есть в итоге получается уменьшение объема елок раз в 7-8 от объема привезенного. Миф развеян и, как выяснилось, выброшенные елки попадают прямиком на свалку. Посмотрите, для сравнения, вот эта большая куча деревьев через несколько минут будет превращена дробилкой в компактную груду опилок, что позволяет экономить уйму свободного места. Раньше просто в тело свалки их засыпали, задвигали и все. То есть это потом пожары из-за этого, потому что они высыхают, горят просто там, как пух. И объем, соответственно, увеличивали на полигоне. Сокращали срок службы. Кстати, это еще не все. Руководство свалки придумало, как дать деревьям вторую жизнь. Все опилки будут превращены в полезные удобрения, которые наверняка будут востребованы у фермеров. То есть эти уже мертвые деревья дадут жизнь новым растениям. Третий год, как мы начали дробить и складировать. Еще года 3-4, потому что 5-6 лет, естественно, чтобы они образом разлагались, без применения каких-либо технологий. Ну и там максимум экскаватором, шебуршим и все. И на компост. И на компост. Ну да, она в яме скоронится, перегнивает естественным способом. А потом анализы возьмем, может получатся хорошие добрые. Совсем недавно эти сосны росли в лесу, затем их сберили, чтобы радовать горожан на новогодние праздники. А сегодня их перерабатывают на вторсырье. Иван Бир, Владимир Семенов, наше время. В конце выпуска информация от городских электрических сетей. В среду жители некоторых улиц Оренбурга и пригорода останутся без электричества. Причина – плановой ремонтной работы. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 56 83 38, либо 98 48 48. Такие новости. Выпуски программы «Наше время» и другие проекты можете посмотреть на сайте 56nv.ru. Хороших вам новостей и берегите себя.